Чемпионство больше не светит. Хоккейная команда «Динамо Алтай» упустила золотые медали в регулярном первенстве ВХЛ. 35-я юбилейная зимняя Олимпиада сельских спортсменов прошла на трижды Алтайской земле. Такой была прошлая неделя о самых главных событиях в программе «Спортивный клуб». Меня зовут Анна Муратова. Смотрите сегодня. Краевой финал школьного всероссийского турнира «Кэс Баскет» завершился в Барнауле. Три дня 950 команд со всего края определяли лучших. Три дня в селе Алтайском проходила Олимпиада сельских спортсменов. Какой район занял пьедестал почета? Чемпионство больше не светит. Хоккейная команда «Динамо Алтай» упустила золотые медали в регулярном первенстве ВХЛ в матчах с набережными Челнами. Как завершилась третья игра и с кем будут играть барнаульцы в плей-офф, узнаете в нашем следующем сюжете. Динамо, Алтай и Челны в рамках 14-го тура первенства ВХЛ встретились на льду Титов арены. Перед матчем динамовцы были в роли догоняющих. Однако челнинцы не хотели упускать свое первое место в таблице. Стартовый матч в серии получился напряженным и небогатым на забитые шайбы. Скромный счет 2-1 и победа гостей. На второй матч серии барнаульский коллектив выходил заряженным на борьбу за второе место. Золотые медали были уже в кармане у челнинцев. Болельщики увидели 9 заброшенных шайб и камбэк от хозяев. В овертайме удачливы были челны 5-4. Хорошие три игры, напряженные уровни плей-офф. И молодцы наши ребята, что все-таки справились с таким серьезным давлением соперника и смогли выиграть три игры. Третий матч серии был важен для динамовцев и для всех команд первенства ВХЛ, поскольку после этого поединка и определились бы пары плей-офф. Динамо Алтай поставило перед собой цель занять второе место в таблице. Однако уже в дебюте игры шайба оказалась в воротах барнаульцев. Файзулин пробился средней дистанции 0-1. Хозяева под шум родных трибун ринулись отыгрываться, но реализация хромала. И гости этим воспользовались. Левашов плотно ударил в ближний угол 0-2. Старт второго периода начался неудачно для хозяев. Павлов в упор прошил голкипера 0-3. Натиск на ворот очелнинцев барнаульцы усилили. Но во второй 23-минутке заброшенных шайб болельщики не увидели. Третий период начался за хозяевами. Реализовав большинство, Тихомиров с правого пятака бросил под перекладину 1-3. Динамовцы поймали кураж и пару минут спустя Поляков отправил парашют за спину голкипера Челнинцев 2-3. Но следующая атака гостей оказалась результативной. Павлов сделал дубль 2-4. Команды имели пару голевых моментов. По одной шайбе забросили капитан Челнинцев Сулейманов и барнаульский нападающий Пьянов. Счет на табло 3-5. Всеми силами «Динамо Алтай» ринулись вперед. За минуту 35 до конца третьего периода и с разницей в 17 секунд между шайбами хозяева делают камбэк. Стребков и Тихомиров поочередно взорвали трибуны арены точными бросками 5-5. Овертайм был равным по моментам. Игра шла до первой ошибки. Ее допустили хозяева. Динамовцы получили большинство за минуту до конца овертайма. Но из-за несогласованности в чужой зоне сразу же пропустили контратаку. Силютин поставил точку в этом невероятном матче. 5-6. Тут классика жанра. Не забиваешь ты, забивает соперника. Соперник очень грамотно сыграл. Реализовал все свои практические шансы. У нас опять подводит реализация голевых моментов. Таким образом, Динамо Алтай в плей-офф встретится с Саратовским Кристаллом. В серии проводятся до четырех побед. Максимальное количество матчей – семь. Первые встречи стартуют уже в эти выходные – 29 февраля и 1 марта в 17.00 на Титов-арене. Вадим Слюсарев, Дмитрий Дроздов, Анатолий Фукс. Спортивный клуб. Краевой финал школьного всероссийского турнира «Кэсбаскет» завершился в краевой столице. Три дня 950 команд со всего края определяли лучших. Подробности турнира у Владислава Кириенко. 11-й по счету турнир школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет» собрал 950 команд. Играли и юноши, и девушки. По количеству участников наш край вошел в топ-3 регионов России. Впереди только Татарстан и Башкортостан. На итоговый турнир в Барнаул приехало 16 лучших команд. Собрались все сильнейшие команды в своих дивизионах. Это победители были, 8 дивизионов, 8 победителей у мальчиков и 8 победителей у девочек. Где-то у кого-то получилось, у кого-то не получилось игра. В финале «Кэсбаскета» у девушек встретились Барнаульская гимназия 69 и 8 гимназия из Рубцовска. В итоге рубцовчанки оказались сильнее 69-60. У юношей в главном матче сошлись команды Благовещенского и Романовского районов. Баскетболисты из Романовской школы контролировали игру до четвертой четверти, но перебрали фолов в концовки. Итог Благовещенская команда была лучше 63-51. У нас очень много примеров, что команды уходили в Суперлигу, выигрывали АСБ. То есть, конечно, это большой толчок для тех, кто хочет, может и желает заниматься баскетболом, что они дальше могут вырасти до профессиональных игроков. Лучшими игроками турнира, по версии судей, стали Григорий Федоров из клуба «Старт» Благовещенского района и Софья Хорошилова из Рубцовского Сириуса. Победители турнира поедут на финал чемпионата Сибирского федерального округа. Он пройдет в Томске с 9 по 13 марта. Хоккей, футбол, рыболовный спорт, шахматы, лыжные гонки, биатлон, палеотлон и спортивные семьи. В этих дисциплинах соревновались участники на 35-й зимней Олимпиаде сельских спортсменов. В течение трех дней наша съемочная группа следила за спортивными баталиями на различных площадках Алтайского. Итоги застязаний смотрите далее в центральном сюжете программы. 35-я зимняя сельская Олимпиада Алтайского края прошла в Алтайском районе в селе Алтайское. Открытие состоялось на стадионе Центральной. Делегации из 48 районов, а это больше 800 спортсменов, приехали состязаться за первые места. Всех участников и болельщиков поздравил губернатор края Виктор Томенко с открытием юбилейной Олимпиады. Сельские территории для Алтайского края – это база, это фундамент. И мы продолжим делать все для того, чтобы они развивались, чтобы жизнь в сельских территориях становилась лучше, люди жили и радостнее, и были здоровее, были спортивнее, и славили и свою землю, и весь наш прекрасный край. Зимняя Олимпиада проходила в Ребрихе. Символ «Белочка» передала эстафету символу 35-й юбилейной Олимпиады Морал Моралычу. Право зажечь Олимпийский огонь предоставили многократному победителю и призеру зимних Олимпиад из Алтайского района – лыжнику Андрею Воронкову. Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края – это событие номер один и номер два. Если ранжировать летнюю и зимнюю, это действительно, наверное, та ступень, до которой как минимум каждый спортсмен должен дойти. Ну и, наверное, сложно говорить о каких-то результатах, если ты не побывал на Олимпиаде сельских спортсменов Алтайского края. Это традиция, хорошая традиция. Чтобы попасть на финальные соревнования, нужно было победить на зональных Олимпиадах, в которых приняли участие 2500 спортсменов из Алтайских сел. Среди крупных районов на отборочном уровне лучше всего выступали представители Благовещенского, Шипуновского и Рубцовского. Среди районов с численностью меньше 20 тысяч человек первое место у Михайловского района, но самая многочисленная спортивная делегация на Олимпиаде была у Алтайского. Мы всегда стараемся сделать так, чтобы праздник был именно там, где мы проводим Олимпиаду. Поэтому хозяевам Олимпиады есть некоторые поблажки. На соревнования из-за погодных условий не доехали спортсмены из Краснощоковского района. Погода помешала и тем, кто смог добраться. Хоккейное первенство из-за погоды перенесли из села Алтайского в Россоши, что повлияло на ход игры. Ну, как бы условия не очень, конечно, позволяют играть в хоккей. Но так, поборолись, побились. Команда такая у нас боевая собралась в этом году. Получилось. Снег помешал? Ну, конечно. Ну, я думаю, он всем мешал в разных условиях. В первой встрече хоккейную команду «Крутиха» обошли бочкари со счетом 9-1. В матче за третье место «Крутиха» обыграла «Вымпел» из Шипунова и взяла заслуженную бронзу. Счет на табло 4-2. Мы вообще второй раз выходим на Олимпиаду за всю историю Крутихинского района. Первый раз мы за четвертое проиграли. Тоже за третье играли, проиграли. Шипунова. А в этом году вот третье. На следующий год надо выигрывать кубок, если бочкари не приедут. В финале встретились команды из Целинного и Тольменского районов. Золото взяла команда бочкарей. Со счетом 4-2. Победа была предсказуема. Параллельно во все дни Олимпиады играли футбольные команды 8 на 8. Неожиданно для болельщиков победу одержала команда из Смоленского района. Без слез не взглянуть, конечно, на них. Ну куда деваться. Какие есть. Приезжали задачи попасть в восьмерку. Вроде как получилось. За первенство в лыжных гонках на трассу вышел бронзовый призер первенства мира в эстафете Олег Домичек. Он тренируется на Алтайской трассе каждые выходные. Готовится к первенству России. Но даже у Олега на Олимпиаде сельских спортсменов есть свои соперники. Шипуновский район и Алтайский район. Мы с ними боремся. Там в основном лыжники наши, которые находятся в сборной Алтайского края. И то есть они показывают хорошие результаты на России. В лыжной гонке мужчин на 10 километров Олег занял только третье место. Его обогнали лыжники из Шипуновского и Алтайского районов. Андрей Воронков и Евгений Кабаков. Ни тот, ни другой на мировых первенствах не выступает. Лыжную трассу к Олимпиаде готовили с ноября. Используя единственный в Алтайском крае снегоуплотнительный ретрак. Трасса спрофилирована. Ее ширина минимум 6 метров. Биатлонное стрельбище было подготовлено еще в 2014 году по губернаторскому гранту. У нас единственный район, где можно провести всю Олимпиаду и по биатлону. По биатлону обычно проводят в Барнауле. А мы здесь все виды спорта охватываем. И биатлон, и лыжные гонки. 16 установок мы сделали. И здесь и проводят. В спортивных семьях с девочкой золото взял Новичихинский район. Серебро – Рубцовский. Алтайский – на третьем месте. В шахматах приняли участие 13 команд. Почти все участники приехали поодиночке. И только из Смоленского района на соревнования приехали дочь Вероника и отец Алексей – локтевы. В шахматах они сыграли 7 партий и стали лидерами. Папа Алексей обучал свою дочь интеллектуальному спорту 5 лет. Уверенные в силах, они приехали на сельскую Олимпиаду и оба выиграли. Везения не было, потому что мы очень долго отрудились. И я думаю, мы заслуженно в этом году победили. Потому что не было везения, очень тяжело, но мы, можно сказать, на классе переиграли. На полбалла в командном первенстве по шахматам отстали спортсмены из Благовещенского района. Бронзу взяли шахматисты из Ребрихи. По итогу всех соревнований первыми среди больших районов стали хозяева Олимпиады – Алтайский район. Второе место у Благовещенского, бронза – у Павловского. Среди районов с численностью меньше 20 тысяч человек первое место забрал Михайловский район. Крючевский район взял серебро. На третьем месте – Целинный. 35-я зимняя Олимпиада сельских спортсменов завершилась. В селе Алтайском она проходила уже в четвертый раз. Поэтому хозяевам не составило труда принять участников из 49 районов. Еще попробовали одно новшество, которое тоже, кстати, оценили спортсмены, приближать место соревнований к проживанию. То есть, допустим, в школе-интернате разместили шахматистов. Они там и проживают, и спортсмены, и судьи. Там же и питаются, там же и играют в здание школы-интерната. Принять сельских спортсменов следующей зимой предстоит Крючевскому району. Там зародились традиции проводить Олимпиады в Алтайском крае. Летняя пройдет в Мамонтово. 42-я Олимпиада обещает не менее интересные состязания и борьбу за каждую ступень пьедестала почета. Анна Муратова, Роман Хайрулин, Спортивный клуб И на этом у меня все. Занимайтесь физической культурой, смотрите Спортивный клуб и самое главное – берегите себя. До новых встреч, удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова